В советское время книги имели огромное значение для воспитания детей. Через сказки, рассказы, стихи формировали мировоззрение юных читателей. В Куйбышевской области для этих целей издавали альманах «Светлячок» с произведениями земляков. Журнал печатался ограниченным тиражом. Хранился в основном в библиотеках, где его и читали. Из-за этого в частных коллекциях «Светлячок» встречается редко. Дети знакомились с куйбышевскими авторами не только через этот альманах, но и лично. Были такие моменты, когда в советских школах приглашали поэтов и писателей на творческие встречи. Ветеранов тогда приглашали меньше, а вот с людьми искусства встречи были достаточно частые. Поэтому вот такие творческие авторские встречи, когда куйбышевские поэты читали для детей свои стихи, они, в общем-то, в образовательных учреждениях были достаточно частые. А это более редкий экземпляр – куйбышевское издание «Приключения незнайки» 1980 года. Иллюстрации к этой книге рисовал Владимир Клюжев. Талантливый художник-карикатурист жил в Куйбышеве и создавал множество образов из детских произведений, в том числе для сказок известного местного прозаика Валентина Беспалова. Очень многие детские произведения сохранили его вот такие замечательные, нежные, очень мягкие рисунки. Биография этого человека интересная и значимая, и эта личность достаточно известна среди художников-иллюстраторов в нашем городе. Привить интерес к книгам пытались и через такие журналы. Они напоминали комиксы, где дети могли раскрашивать картинки. Такая практика была известна в Москве, Санкт-Петербурге, в Куйбышеве. Такие издания появились позже, в 1980 году. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Пётр Паломеев. События.